Тем временем в США борьба президентов с мигрантами уже привела к противостоянию на улицах. В страну захлестнули акции протеста, а все потому, что Трамп разрешил депортировать детей нелегалов. Дмитрий Анопченко расскажет о ситуации. Сан-Диего и Сакраменто, Нэшвили, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. Протесты на улицах крупных городов начались сразу же, как только по телевидению сообщили. Дональд Трамп отменил программу, которая давала право жить и работать в Соединенных Штатах детям нелегальных мигрантов, попавшим в страну до 16 лет. При Обаме им каждые два года без особых проблем выдавали документы в отсрочке. Теперь же многие не представляют, куда им ехать. После того, как посмотрела новости, мое сердце разбито. Чувства, словно все мои мечты растоптали. Всю мою тяжелую работу тут на протяжении последних лет. Протесты единственное, что они могут предпринять. Иммиграционная реформа Трампа застряла в судах, но тут он в своем праве. То, что один президент придумал, другой вполне может аннулировать. Мы просто не можем принять всех, кто хочет приехать в страну. Вот и все, пояснил на специально созванной пресс-конференции генеральный прокурор Соединенных Штатов. По его словам, Обама в свое время обошел правила, а Дональд Трамп сейчас лишь действует строго в соответствии с буквой закона. Но, несмотря на все пояснения, критика этого шага огромная. Демократы назвали произошедшее уроком трусости, дескать, слишком жесткое решение. Барак Обама прервал долгое молчание. Написал в Фейсбуке, преследовать этих детей ошибка. Они не знают другой страны, кроме Америки. И даже однопартийцы, в том числе и Джон Маккейн, засомневались, стоило ли действовать так радикально. Давление настолько сильное, что президент попытался утихомирить страсти. Я с огромной симпатией отношусь к ребятам, о которых мы говорим. Отношусь к ним с большой любовью. Но люди говорят о них, как о детях. Они уже молодые люди, они взрослые. Надеюсь, Конгресс им сможет помочь. Но пока Трамп пытается переложить проблему на законодателей, восстали мегаполисы. Власти Чикаго уже заявили, президентский указ им не указ. Они будут защищать детей нелегалов. В подобном ключе высказался и мэр Нью-Йорка. По его словам, город не будет выдавать нелегалов. Ну а еще он обратился к президенту. Сказал, мол, не стоит связываться с жителями города. А это значит, громкая инициатива Трампа опять может забуксовать. И теперь уже, если не из-за судебной волокиты, то из-за саботажа его противников. И протестов, которые сейчас только разгораются. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.